Те, кто смотрит в записи, еще раз большой привет, прошу прощения, что сегодня без вебки и такой полуживой голос, потому что я не в состоянии, не в нормальном состоянии, вот, сегодня. Мы с вами смотрим матч Хами против Юника. Победитель играет с Императором, судя по всему, по сетке. То есть Император был в апсах. Вот есть замечательная сетка на ГГ, как, в общем-то, и замечательный турнир, первый турнир серии Cheese Weekly. Он будет проходить каждую неделю в среду. Вот, стартует он в 8 часов, участвовать могут все желающие. Есть несколько карт, но судья озвучивает за несколько минут до начала, на какой карте будут проходить все матчи турнира. Обращаем внимание, что призовой фонд уже был увеличен с 5 до 6 тысяч. Флэшер WCG, Лидер Рок. Да ты что? Вот, и сейчас мы смотрим с вами матч. Вот этот вот. They call me imba и Хами. К сожалению, цвет у They call me imba серенький, его очень плохо видно. Ну ладно, хорошо. Опять нажрался, говорит, на манго. У меня подозрение, что это вообще отравление пищевое. Такое, которое сразу у тебя есть подозрение, от чего это произошло. Да, так ты прав, нажрался. Кажется, это были грибочки. Сивуха. Да нет, это что, я не пью крепкое алкогольное. Ну, на регулярной основе, по крайней мере. Да и не вспомню, когда я в последний раз что-то крепкое пил. Зачем? Так, Mountain King это хороший уже, разнообразное такое начало. Я слышу, что звуки громковаты. Громковаты. Сделаю их потише. Сохранить. Да, это рефорж, то самое, которое на 0,5. Коронавирус гуляет осторожно. Как раз две посылочки с Китая приехали. Вот, может быть с этим связано. Ладно, друзья, если стрима там завтра-послезавтра не будет, вы там... Не переживайте сильно. В конце концов, рано или поздно. Так вот, быстрого экспанды не было. И это странно, потому что время было у Хамми для того, чтобы получить третий уровень. И сейчас он с Соби Маской. Ну, главное, это Соби Маска. На самом деле, Mountain King когти плюс 6. То есть, учитывая его скорость атаки, они не очень помогают. Вообще, Mountain King в Мироре. Ну, в смысле, в зеркальном мейчапе. Он очень хорошо может быть использован, благодаря тому, что клэп повысили. И мы видели, как заготовочки, заготовочки на китайской просцене решают. Оп, молоточек. Молоточек пытается окружить. Окружает. Шикарно. Учитывая дистанцию, сделал классно, но, к сожалению, я не понимаю, что сейчас делают Хамми. То есть, почему он не стал окружать, это понятно. Потому что у него тролль умирал, и он решил отступить. Ай-яй-яй, как неудачно! Нет! Это пишем, ГГ, выходим просто. Интересный матч. Слушайте, ну мы должны были начать как раз вот ровно в 9 часов. Давайте представим, что ничего не было. И сегодняшний турнир мы начинаем с матча Unique. То есть, They Call Me Имба против Хэпича. Ты планируешь все время на этой убогой графике стримить в Вар? Убогой? Что? Не, ну претензии могут быть, конечно, к Варкрафту, их может быть очень много. Но что касается визуальной части, оно в любом случае лучше, чем было до этого. Единственное, что непривычно, а так-то, значит, убогая графика. Да, проблемы с компаниями. Да, проблемы с багами. Да, масса проблем с ладером, подбором соперников. Близзы просто накосячили по полной программе. Но... Как никнейм? Black Oath. Запомним тебя. Запомним. Так, сейчас нужно только мне... Так, сейчас, секундочку. Там Мистер Лайт старается создает... Создает игры. С ладером проблем нет? Не, с ладером есть проблемы. Там матчмейкинг не работает, кажется. Вот, если... Если что, можно посмотреть пока что на это самое. На Варденочку. Симпатичная, смотрите какая. Вот. Ага. Сейчас, секундочку. Да, сейчас создадут игру с Хэпичем. У меня сетка не обновляется без... Без приключения вкладок, что странно. Так, это я уже скрыл несколько туров. На самом деле, уже прошло полноценных два тура. Сетка здоровая, но... В таком виде она не очень помещается на экране. Поэтому лучше... Лучше, пожалуй, вот так вот ее разместить. Да, they call me imba против Хэпичем. Будет сейчас играть. Хэппи будет через одну минуту, написал. Ладры же нет вообще. Ну, типа, из сетевой игран, но не считается рейтингом, насколько я понимаю. То есть смысла вообще никакого нет. Разве что просто тупо покатать против случайных людей абсолютно. Вот насколько реально у Хэпича отжать карту какому-нибудь... Ну, кому-нибудь. Среди участников можно заметить, во-первых, императора. Ну, стоит, конечно же, they call me imba. Отметить. Фогич. Death Note. Orc Worker. Какие-то немцы. One V7. И там еще был какой-то... Кажется, Go Terror тоже. Нет, я не помню, кто такой Go Terror. Кажется, немец тоже. У него флаг просто неправильный. Соник. Мистер Винер. Мое уважение. Мистер Винер. Живой. Здоровый. Фогич в последнем турике. Две карты отжал из пяти. Класс. Ромео говорит, я изи отожму. Картошку, кошелек, телефон. Главное, на лане быть. Ты не пробьешься через толпу околитов. Так, Мистер Лайт уже создает игру. Добрый вечер. Я все не могу правильно иногда выбрать сразу, знаете, по наитию, чтобы нажать. Своя игра или сетевая игра? А если сетевая игра, но она моя. Она своя игра или сетевая игра? А если в сетевой будет... Короче, непонятно. А своя игра это не сетевая? Но я же создаю ее по сети. В смысле, я создаю как бы сеть. Да. Хэбби говорил, что у него игра мышку плохо ощущала, поэтому он фоги и проиграл эти карты. То есть, виновата мышка. Не, ну мы не можем вообще сомневаться в Императоре. Поэтому... Так, заходим. Вадим 4. Последнее убежище. Карта, на удивление, Last Refuge. И она будет до конца турнира такая. Кстати, почему у Соколика нет на турнире Дэйма Уфиу? Но сегодня среда. Я думаю, что наш немецкий друг мог не успеть просто вернуться. Своя игра может быть вроде не онлайн. Она не блочится при дисконнекте от батлнета. Хм. О, Нео пришел смотреть. И Вольф здесь есть. И даже Вандер Браун. Миш, я правильно понимаю, что теперь и на ланах игра в Варик будет по батлнету? Ну да, судя по всему. Но я думаю, что этот этап проблемный. Мы уже прошли, когда вышел второй Старкрафт. Если вы помните, там огромное было количество вайна по поводу того, что так просто там не поиграть по сети. Вот во второй Старик, там уже нет привычного для нас лана. Ты должен, для того, чтобы тупо в игру зайти, заходить в батлнет. Ну и там уже создавать игру. Вот. Я думаю, что мы это пережили уже. Хантер Но говорит. Народу, как зарегаться на эту шляпу? Ну, сейчас уже сложновато будет вклиниться. Если бы у тебя не к ней был бы хэппи, то мы могли тебя как-то по блату, что ли, в полуфинал сразу подтянуть. Под шмок. И то могли быть недовольны. Хотя, это не страшно. Вот. Но в следующий раз можно принять участие на турнире. Пинг-220 говорит хэппи. И сразу же говорит ри. Ультимативненько. Так вот. Поиграть в следующий раз можно будет на втором турнире, который пройдет в следующую среду. И на третьем, который будет через среду. Так что каждую среду приходите. Там рехост сделали. Присоединяемся. Плюс одной карты и такого режима турнира. В том числе, в том, что мало времени вы тратите на черкание, на туры и прочее. Понятно, на какой карте играем. Поехали. Ты как диригаться, Мишень? Следующий турнир еще не создали. Он появится в разделе турниров. То есть у тебя главное меню сверху есть. Там стримы турниры. Заходишь в турниры. И там все турниры, на которые ты можешь зарегистрироваться. Вот. Сейчас по... Ну и там появится, соответственно, турнир. Я думаю, что завтра-послезавтра он появится. А участники могут играть на классической графике? Я думаю, что да. То есть то, что... Те возможности, которые дает вам рефорж, вы можете использовать. То есть переключайте там в опциях и вперед. Такие проблемы. Седуха говорит, это текущий дает ссылочку. Чуть позже создадут следующий. Да. По-хорошему нужно, конечно, там второй, третий создать наперед. Динаху говорит, это какой-то один конкретный человек спонсирует еженедельный турнир. Вообще это фонд. Я не помню, по чьей инициативе был создан. Но там несколько человек находятся в этом киберспортивном фонде. Вот. Можно отправить на согласование свой проект предложить. Короче, у них сайт есть. Там все описано довольно подробно. Вот. Но... И возможно, даже там, кстати, еще бюджет остался. Ой, соколик пришел. Хэппи вроде на классическое играет. Ну, прекрасно. Да, тогда вы можете выбирать. Профессиональные наверняка будут максимально стараться отложить переход на новую графику. Потому что это совсем непривычно. Вот зрителям в этом плане попроще. И нервов меньше. И ставки не такие высокие. Сейчас поставлю ДНД, пока не забыл. А, отлично. Привет мясному коню. Я хотел пинг вообще убрать, но, видимо, не получится. Ну, что. Рыцарь смерти. Олежак, привет. Ярахмак. Кстати, на таких турнирах есть же карты, которые не очень удобны для НДД. Правильно? Можно будет просто... Ну, когда речь идет о каком-нибудь бо-5, и у вас есть там 7 карт, вы там черкаете хотя бы по одной неудобной, да? Или по две, если бо-3. И играете на более-менее подходящих для себя. А тут не выбрать, получается. Если вдруг на каком-то рандоме выпадает карта... То есть такого дикого дисбаланса наверняка нет, как в свое время на ЛТ, но тем не менее. Привет, мастер Пепка. Помню, помню твой комментарий вчера. Добрый вечер. С выходом рефоржа были ли обновы баланса? Это меньше. Это самое-самое ничтожное, что сейчас нужно править в рефорже. Это браться сейчас за какой-то... За какой-то баланс. Вы что? Тем более, до выхода рефоржа у нас было полтора года на эксперименты, на два. Ну, с того момента, как они начали выпускать патч. Вот, и более-менее все только устаканилось. Там порезали несколько раз козла, там откатили изменения, которые были сделаны на старте. В 29-м, что ли, патч, или в 30-м, не помню. Вот. Рефоржу сейчас нужны другие патчи. Которые добавляют, например, ладр. Которые фиксят производительность. Что там еще? Меняют озвучку русскую на это самое, на старую русскую. Которые возвращают старую озвучку или клиент. Ой, хороший койл, врывается сразу. Второй уровень, адуки. Объясните мне, как такое получается. Как архмаг? Первый, а ДК второй. Он вообще без ополченцев, что ли, крепился? Как так получилось? Тут и апгрейд на Т2 раньше. Армию игрока атакует. Ясно. Возможно, я упустил Харас скелетиком. Но вообще он закрепил зеленую точку и пошел добивать, ну, выбивать троллей. Ну, и тут ДК прибежал, там добил. И не дал. Хэппи четверн. Думаете, подкручено у него что-нибудь там, да? Тем не менее, кстати, архмаг получает второй уровень, добиваясь скелета, видимо, скелетов. Потому что ему не хватило бы экспы за... Он вторую точку не крепил, зачем-то начал бегать вокруг мазина. А-а-а. Понятно. Ясно. Хэмми с этим товарищем играл в прошлом туре просто. И сейчас смотрят. Ладно, у Императора Т2 делается лич. Все отлично у него. Глаз он поставил на базе у врага. Контроль у него абсолютно полный. По крайней мере, с точки зрения тайминга второго героя, Т2 и того, что строится на базе. Арканка и рифлы. Блин. Неужели эта штука перспективная вообще? Кто-нибудь... Ну... Я просто как ни включал стрим Хавка или стрим Хэппича, когда он играл против такой темы. Игры могут быть затянуты. Но чем дольше... Чем больше времени идет, тем меньше шансов у такого... Хумана что-то сделать. Ну... Как? Как? Ладно, посмотрим. Может покажет. Будет. Дерзкий криппинг намечается. Очень дерзкий. Крайне битый архимаг. Подрезают одного Огра. Хэппич влетает. О-о-о-о! Ошибка от Императора. Он не добил, бросив койл... Огра. Но, правда, подрезает одного... Одного фута. Нового-нового-нового-нового-нового-нового. Какой же битый Огра. Да как куда-то далеко убежал? Слушайте, а нормально получилось. Получилось очень даже неплохо. Хэппич только одного тролля новый добил и все. А тут МК с большим инвулом. Идет вперед. Да ладно, я драматизирую просто. Ничего страшного. Это будни. Опа! Койл можно же делать! Что-о-о! Как? Господи, как? Что? Я... Ё-моё! Вы оговорились, это не ошибка, это фора. Да, очень похоже на то было. Потому что такая сейчас потом пошла отдача. Тайминговый ополченцы. У Архмага был телепорт. И у него было огромное количество времени для... Я думал, он просто байтит. Просто байтит, чтобы в него кинули койл. Он брожал ТП. Но... Ё-моё! Пытаются добить Огра. Лжезамах. Кинул в декот. Безысходности скорее. Не-не-не. С Императором так нельзя. Ну, он ждал койла, пока он ждал его сроки убили. Так было видно, что он умирает. То есть... Зачем стоять было и ждать койла? Побежал бы Архмагом дальше, чтобы не прилетало хотя бы отличие. А мне казалось, что у Блэйда Бан чуть ли не бессрочный. Хотя я могу ошибаться. Это же Деколм и Имба, это же Блэйд, тот румынский товарищ. Ну, судья в курсе больше. Может, там временный был какой-то. То ли на ставках он был... В часе сейчас напишут, я надеюсь, напомнят мне, чем... Чем так славится Блэйд. Топ-1 Хумен по версии аналитиков. Не, ну погодите, а как же Хавк? Молдавский. Румынский, молдавский. Недалеко все равно. Топ-1 Токсик Европы. Понятненько. Такое впечатление, что вы там чуть ли не живете с ним. Знаете очень четко. Откуда он? Домашний адрес, телефон, что ел на обед. Пил сегодня или нет? В частности, тоже была уже информация. А, он ставил на свой проигрыш. Ай, молодца. Ясно. Ну, сейчас они, разбежавшись за... Прыгнули с скалы. Нет, зачистили по красной точке. И вот у... Ну, Блэйду повезло с артефактом. У него тауреновская аура. Правда, с одной базы добиться чего-то внятного от этой ауры сложновато. То есть нужен хороший лимит. 80, например. А пока до него дойдешь с одной базы с апкипом, столько времени пройдет. У горного короля два кольца, крест, инвул. Мне кажется, первым умрет архмак. Почему инвул, а эму хотя бы не отдать? Он гном такой. Или... Ну, или... Анг лучше даже, а не инвул. Потому что архмак может развалиться по щелчку. Ладно, телепортируется. Блэйд пытается защититься. Готовится импэйл! Импэйл! Нет, импэйл не готовится. Мне показалось, что сейчас идеальная вообще ситуация для жука, чтобы посражаться. Но, скорее всего, хэппич оценил на глаз, понял, что здесь 60+. И... Не то, чтобы он против пожилых людей. Он просто не хочет сражаться, пока у него... Опачки! Мурлоки ловят в сетку одного финда. Ничего себе. Какого финда? Некро Арахнида. Хэппи понимает, что сражаться сейчас ему не очень выгодно. Он получает 100% профита с шахты. Он... Молодец. Вот. И пытается просто выиграть сейчас по максимуму время. Тем более, у Блэйда почти глухая застройка. Импэйл! По рабочим! Некро... Прости, господи. Арахниды стреляют! Вот на таком харассе, кстати, можно и отлететь. То есть, когда у вас Буадин и Дирижабль... Это... Это очень опасно. Потом будем моменты пересматривать. Во, и так привет. Покажи обсидианку, Плэз. Я не смогу так ее показать. Вот он, Кинг хороший. Но он точно совершает ошибку, что вот... Оставляет Архмага. Вот такого голого Архмага. Ни креста, ни инвола, ни телепорта, ни бутылок. Просто он... И у него 600 хитов, при том, что там второй Койл и вторая Ноа. Если он словит каким-то макаром импейл, он не переживет дальше. Ну, то есть, он не выйдет из оглушения. Не успеет просто. Специально спрятал, для того, чтобы, видимо, Жук получил второй уровень. Ну, и чтобы Лич был ближе к четвертому. О-о-о, а Хэпич-то не... Мастерскую свою не это самое. Грамотно, кстати, сделал Блэйд вертолетик. Избавился от этого Хараса. Что там выпала? Книга мертвых. Ерунда полнейшая. Но зато МК четвертый. Какой же архмак. И мне его заранее жалко, понимаете? Потому что, если Хэпич сейчас все сделает как надо, он прокликает героев, поймет, кого бить, кого не бить. И первым уйдет конь. Просто вот раз и два. Куда он еще лезет вперед? Что? Не успел кинуть импейл. Готовит веселых молочников. Импейл можно шикарно... Он мог сейчас архмага убить. Я не знаю, почему он в него нет... А, анг передали. Все, все, все. Не заметил я, как передали ему крест. Это грамотно. Рифлы стреляют. Импейл нужно делать. Падает обом. МК вытанковывает огромное количество урона. Падает еще один обом. А импейл, я не помню, сколько. 110 или 100. 100 с небольшим. То ли 105, то ли 110. Ай-яй-яй-яй-яй. МК очень битый, но у него есть крест. 42 на 60 лимита. И 60 это у андеда, у хэпича. Падает маутен кинг. А, он умер. Крест. Раз. Что? Подождите, а почему он воскрес с маной? Подождите, подождите. Подождите. Анг же эквивалент таверновскому закупу. То есть ты воскрешаешь с 500 жизней. И нулем маны, нет? Видимо, изменения какие-то были. Потому что Ромео пишет 60-60. И похоже на правду, кстати. Ну, ожидаемо отбился. Тут, если коротко, то карту более-менее поделили пополам. Окей. Но Блэйд не сидел на лимите. Сразу из него выходил. Хэпич мог посражаться у него на мэйне в свое время, когда стелепортировался Блэйд. Но увидел, что того больше. Понял, что еще немножко посидеть и выйти красиво. По-моему, с маной, которая... Мне там что-то около половины, говорят. Ну, из таверны точно выходит 500 и 0. А вот Анг я не помню. Император ожидаемо проходит вперед. Чудо не произошло. Давайте попробуем. Давайте попробуем. А, он прямо сейчас будет с Death Note играть. Фогги с другим эльфом, Warcraft 3, Warrior. Шейка еще не заметил. Тут Торкворкер не доиграл. Мистер Винер, Соник. Нейтрон? Ну, скорее всего, мы с вами сейчас продолжим смотреть на Императора. Можно хоть на уровне Инвентарь Героев. Кстати. Кстати, нет, но... Но это хорошая тема. Это надо переносить просто на один компьютер стрим. По Warcraft он для этого переключаться. Роч, привет. Так, Нео захостит следующую игру Императора. По расам будет то же самое, по карте тоже, только противник другой. Мы сегодня будем только на Императора смотреть. Ну нет, Император же не попрыгает там в... В другие туры. То есть он доберется там до... Ну не знаю, до полфинала. Потом будет ждать, и мы переключимся на... Так, все создали. Happy Note. Такой непривычный интерфейс. Особенно, знаете, заходишь в игру, у тебя здесь текстовое описание, да, карты. И при этом еще текст с чата здесь, поверх него. Читаемость не очень хорошая. Вообще к интерфейсу много вопросов. А если у шестого, то урена будет крест, то что потратится, ульта или крест? Очень хороший вопрос. Я не помню. Ну, его точно задавали. Когда-то, лет 10 назад. Вот. Я полагаю, что потратится сначала предмет, а потом обилка. Если у меня будет два креста, то потратится тот крест, который выше в инвентаре находится. Ну, Тухей твой говорит, что тратится сначала ульта. Вот так вот. Ульт, а потом предмет. Вот, пожалуйста. Квеца спрашивает по поводу Фуфа. Я не знаю, что у нас по времени будет. Турнир, конечно, идет очень бодренько, быстро. Но учитывая то, что он стартует поздно, часов в... Восемь часов он стартует. Я думаю, только к 11-12 мы освободимся. Мэлл Сторм говорит, версия за 2 500. Все, советую проверить. Была версия за 2 500. Родж подержал, говорит. Так-так, каждый должен был играть против императора. Значит, как мы узнаем, кто сильнейший? Ну, слушай, если император будет играть со всеми желающими, то... Ты сначала должен дойти, пройти вот всех, все вот эти вот испытания, чтобы к мастеру попасть. Какая ульта тебе больше всего нравится? У-у-у-у-у. Многие по-своему хороши, безусловно. Самая классная ульта, которая мне нравится в кавычках, это ульта Фаерлорда. Ну, просто представьте. На весь экран земля трансформируется, там здание, не здание, вышки, и оттуда начинают вылетать камни, наносящие, во сколько там, по 30 урона, вот, безумно эффектный и абсолютно идиотский ультимейт, который, кстати, еще и своих может оглушать. А если посерьезнее, то, 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 нет, всякие там Earthquake, Death and Decay, они скучные, Tranquilla, Starfall тоже понятные, что-нибудь необычное, что необычное, Тинкер самый необычный, вот, ульта Тинкера самая необычная по механике, Во-первых, потому что она индивидуальная, ну, хотя есть индивидуальные ульты, и она как будто бы бесконечная, то есть ты просто за 25 маны полностью меняешь своего героя, он превращается из живого в технику, по сути, плюс получает дополнительные фишки из серии тройной урон по зданию, вот. Скорее всего, да, самая необычная ульта, это Тинкеровская. Галливанизация Деки, это вариация воскрешения паладина, то есть вот ДК и паладин, это как... Ну, два брата, что ли, только один... Ну, у них и скиллы тоже очень похожи, только в разные стороны направлены. Пассивные ульты, кроме воскрешения, же нет? Пассивные ульты, кроме воскрешения... Нет. Монощелд, нет, не ульта. Реально, пассивные ульты, что ли, нет ни у кого? А, ну и, конечно же, пандорийская ульта, просто взрыв мозга, особенно, когда он только появился. Из одного героя в ультимейте появляется три, у каждого свои способности, свои статы. Давай по контролю. Один там с таунтом, с пассивками маунтан-джиантовскими. Другой, как Демон Хантер, с самым высоким миллиуроном и горящий постоянно. Третий кастер, виндвок, диспел, циклон... Панда тоже психованная, конечно. Ну что, Хэпич начинает по такому же маршруту. Надо только внимательнее проследить, каким макаром-то ему удалось второй уровень так рано получить. Но опять же, Хами говорил, что Блэйд бегал бесцельно какое-то время. И я склонен в это верить. Потому что ситуация, смотрите, какая. Прибегает ДК. Архмак-то уже второй. Да, он ДК успевает одного Мурлока забрать. Но в прошлый раз ситуация была совсем другая. Слушайте, а здесь можно так же сделать, как раньше? Да. Изявая. Вот вам еще новые графики завезли. Головокружительная. Назовем ее так. И пошел сразу ставить базу, вы посмотрите. Пошел ставить базу. Скелет ловится в сетку. Второй добегает неживой абсолютно. ДК примеряется, чтобы закинуть Койл. Тем более у него регенерация идет. Уже замах? Ох, шикарно. Развел он Архмага со всей бригадой на атаку этого Огра. Вообще терпеть этого Огра тяжеловато, потому что он под Бладластом стоит и мочит налево-направо. Поэтому хотелось бы побыстрее его добить. Но хэппич красавчик. Очень хорошо. Развел. Вызвал парочку скелетов. Работает по битому работнику. Работает по работнику. Старается, в общем, контролит. Там, я думаю, Финду было плоховато. Он подходил. Это хватило, кажется, и от АМ, и от Футмена. Который рядышком был. Амонра, привет. Ну, более-менее неплохо. Спасибо тебе. Такие крики рабочие. О-о-о-о! А как же так не добил? А-а-а! Какие мощи! Не на жизнь, а на смерть битву. Магическая вышка не достроится, судя по тому, как хэппич забегает, по какому классному таймингу. Возможно, зря отвлекся. Ну, опять же, третий уровень. Хотелось бы Рахмагу получить. Вторые элемы. И плотнее, и значительно сильнее. Но магическая вышка, вот, она бы помогла отбиваться и от дыки, и от скелета. В принципе, потратить еще несколько рабочих. Странно, рабочие кричат несколькими... Если раньше они умирали, то умирали с одним криком. Сейчас они умирают... С двумя разными. Может, когда он несет один... Короче, один новый крик, а один старый. Что? Ну, так, на слух, если... У меня даже подозрение, что если, типа, он идет с этим... С мешком, то он кричит... Класс. Там, говорят, фуги отлетел. Да, я слышал. Жалко. Ну, это Бо-1. Тут очень аркадно все выходит. Залетает лечевка, сразу нова. О, сейчас вторая залетит сюда прям... Ой, давай-давай-давай-давай. Не, он не достал до футов, что странно. Я думал, что он попытается и по рабам, и по футам поработать. ДК битый, но хэпич постоянно вот на... Так аркадно... Аркадно действует. Да потому что обсидянка выходит, и ему выгодно сделать так, чтобы... О-о-о! О-а-а-а! Извините, все. Я уже думал, что хэпич не доконтролил Финда. Нет, он доконтролил. Хотя вот этого не доконтроливает, кажется. О-о-о! 35 хитов. Очень битые пауки. Но этот не должен убегать вообще никак. Сам добил. Сам! Какой контроль сумасшедший. Финн чудом спасается. Лич тоже убегает. Обсидянка начинает работать и на здоровье, и на ману. Сейчас, правда, последние два раза прожал только на здоровье. Игрок атакует. Рабочие продолжают умирать. Лимит 38 на 36. Ну и колоссальное отставание по тиру. Только сейчас. Только сейчас Death Note заказывает Т2. Да, похарасил очень хорошо. Добьет рабочего. Не доконтроливает. Сколько же там? Можно по личу посмотреть, сколько было убито рабочих. Ну, рабочих там и немножко армии. Потому что лич, находящийся рядом с Декой, он не крепился нигде, кроме как на рабах. А получил он уже три четверти уровня. Да. Ну, сейчас миллион вышек могут только... Не то чтобы спасти. Скорее отсрочить момент. Ну, то есть, да, по крайней мере, сейчас быстро не убьют. И то не факт. Подходит Элем. Архмак не настоящий. Его палка иллюзии. Да и тот урон, который залетает, выдается потрохами. Ничего здесь не сделать. Просто ничего. Непонятно, кто кого на крипинге ловит. Понимаете? Фуд, кстати, выживает. Надо Элема, наверное, фокуснуть. Да. Да, все у счастливого отлично. Сейчас добьет. Если не добил, уже добил же он этого огра. У него бутылка большая, плюс 500. Она оттуда выпадает. Можно красную, конечно, забрать, но мне кажется, что Хэппи в свойственной ему манере просто пойдет в атаку. Возможно, увидев количество вышек, метнется на мейн. Может, здесь три вышки уже. Правда, магический нет. Как это? Ну, ясно. Ну, ясно. Нет, просто давят. Просто давят эти все вышки. Большая ошибка, что нет магической вышки ни одной. То есть, вот, бегающий ДК, стреляющий Лич. Это те люди, которые... Оп! Минус Архмак может быть, но не хватает немножко урона. Отбегает АМ. Ему все равно плохо. Должен покупать... А, он же... О, бутылек. Хорошо. Кстати, у Хэппича был и КД новый, и КД Койла на тот момент, когда подходил сюда Архмак. Может, он не хотел, типа, на телепорт этот тратить? Ну, нет, вряд ли. То есть, он мог убить АМа на моменте, когда тот подходил и уходил от магазина. Последняя, четвертая вышка. Ну, вот сейчас Архмак умрет, скорее всего. Нет. Успевает прожать еще одну бутылку. Хэппич тратит Койл, лечит. И Питлорд! Пади Ниц! Заливает Рейну Фаером все. Ой, какая боль сейчас. Какая боль. Ой-яй-яй. Это ГГ. Архмага можно тыкнуть тоже. Жуть. Такое унижение. Не, ну, очевидно, очевидно, что Хэппич тут главный фаворит. Вот, просто больно смотреть на то, как вокруг одной вышки толпится там человек 8-10 рядышком. Получают новую и сверху еще дождь этот. Жестоко. Жестоко. Привет. По твоему мнению, что можно было бы улучшить или добавить рефоршет, кроме графики? Ничего не нужно в рефоршет добавлять. Было. Надо было... Надо было не сломать. Нового нам ничего не нужно. Нам нужно, чтобы оно работало нормально. Давайте посмотрим на сеточку. Что там у нас дальше? Хэппич уже в полуфинале. Его, как и любого другого полуфиналиста, от победы в рамках такого формата отделяет только две карты. То есть он выигрывает раз, выигрывает два, берет деньги и уходит. Изи. Вот. Но пока не ясно. А, Warcraft 3 Warrior. Одержал это Бразилия или что за флаг? Нет, это... Друзья, подскажите, что это за флаг такой? Я не узнаю его. Ямайка? Мне вообще-то кажется, что это... Знятый ямайский эльф? Ямайка. Давайте я посмотрю, айпишники. Да, это ямайка. Так, ну... Мыло понятное. Джимайловское. Джимайловское. Хорошо. Да, судя по всему, адрес... Сейчас, подождите. Ямайкер. Нет, это кто-то из Казахстана. Это не ямайкер. Это не ямайкер. Наши, наши. Почему бы не добавить пятую расу нагов? Потому что, чтобы забалансить пятую расу... Нужно очень много времени, знания игры и сил. Так, сейчас заходим в следующую игру. Кажется, мистер Вернер будет играть сейчас. Кувест? А, Кувест с Ваном. Нет, Кувест стримит. Или Кувест играет? Еще раз у Морлоков. Да, мы в какой-то момент там смотрели... Какие, в принципе, есть полноценные расы из материалов... Ну, из того, что в Варкрафте уже сейчас на данный момент есть. Там можно было и Огров сделать, и Троллей, и... Демонов спокойно. Там у одних демонов столько юнитов нарисовано разных. Уже готовых. Бери, назначай характеристики. Дворфов отдельно, ну... Нет, Дворфы же за Альянс. Сатиры, точно. Еще раз коверненные эльфы, сатиры. Там тоже много народу. У них целые базы просто были в компании. Свои там деревья, свои там... Мунвеллы оскверненные. Фурболги. Да, да, да. Нерубов. Ну, Нерубы... Что там, одни пауки разного, пошибы и все. Но нет. Сейчас, подождите. Ван, два. Нет, Ван, два. Драдные. Орки, говорит. Яндекс, здравствуй. Пауканы. У нас есть некра арахниды. Вольтазар, да я забыл, на самом деле, про эту опцию. Для этого нужно переключить настройки с... Сейчас мне, короче, стрим кодируется на одной машине, а игра на другой. А для того, чтобы оверлей были, нужно, чтобы все было на одной. Вот, видите? Вайрлот, говорит, я за то, чтобы игра развивалась. Молодцы. Просто молодцы. Так, вблизи начали возврат денег. Угу. Ага. Ждем, когда создадут игру. Так, идея стримить два потока, чтобы графику можно было переключать, новые старые. Так мне нужно тогда человека просто, чтобы он поселился у меня тут дома и переключал графику. В смысле, тыкал мышкой на другой графике. Ванна 2 создана, а почему? А, пока ты не нажмешь... Капец. То есть, я полагал, я полагал, что достаточно зайти в свою игру и написать. Ну, в старой версии было именно так. То есть, ты заходишь в список игр, начинаешь писать, уже начинается фильтрация тех игр, которые... Ах, вы. А, здесь так же, но почему-то игра не отображалась. Стартовали среда, ничего страшного, мистер лайк. Ничего. Сам виноват. Родж говорит, высылай адрес, я вылетаю. Блаков тоже говорит, я готов поселился тыкать мышкой ради старой графики. Понятно. Вообще, если вы хотите посмотреть на стримы, то просто заходите на странице турнира. Заходите в раздел стримы. И, пожалуйста, у вас тут Хэппи, Соник, ТГВ, Вульверин, Мистер Виннер даже стримит. Дэвенс. Вандер Браун, Вандер Браун, Валплейт. Я тоже говорю, буду стримить. Все. Пожалуйста. Все, как хотите. Так, Хэппич ждет. Фогич, к сожалению, все. Ворк, 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 Кершейк. Вот это интересный потенциальный матч. Соник тоже ждет Мистер Виннера. Он как раз с тем самым Ваном сейчас играет. А, кстати, мы можем, если Мистер Виннер-то стримит, мы можем посмотреть. И вот вам, пожалуйста, старая графика. Внимание, друзья. Вот вам Мистер Виннер. А давайте так. Блин, вот смотри, он донатер от дня, там пусто. Пацаны, надо исправить. Товарищ старается. Кликает, прям старается. Я как представлю, что если возьму челлендж на играть ладера и пытаться там в топ европейского ладера выйти. Как представлю, что мне, например, придется регулярно против таких вот злых людей играть, однобазовых, которые отточили стратегию одну. Ну, посмотрите на него. Он же... Ой, ополченцы красные. Такие баги. Привел Мурлоков. Красиво. Что, Зинька, крепится? Ну, он уже ни одну сотню, ни одну тысячу игр отыграл за Альянс. Я думаю, что даже больше нескольких десятков тысяч игр. Там, скорее всего, где-то там 20, 30, 40к. О, классно, что пишут, сколько секунд осталось по КД. Надо поставить такую настройку, удобная штука. Однобазовая, это хэппи, что ли? Нет, я вообще хэппи не... Не рассматриваю ее в качестве противника, понимаете? Потому что, если каким-то макаром меня угораздит с ним пересечься... Да я не хочу с психами играть. Он же... Он же жестокий. Опа! Ошибка от Вана. Интересно, насколько непривычно. Представляете? Вы играете, играете несколько лет. И вам определенным образом отвечают юниты. Ну, там футмены, рабочие, архмаг, когда вы обращаетесь к нему. И тут хоп. И озвучки старой нет. И все не так просто, все. А мистер Виннер, кстати, рассказывал на это самое. Ему как привычно-непривычно играть. Выпадает ненужное кольцо архмаговое. Ему бы поймать момент и пропить бы этот реплэшмент поушин. С таким архмагом... Да... Да, очень хорошо контролят. По микромоментам. Если бы он еще успел пропить реплэшмент и спрятаться, было вообще шикарно. Добителем надо готовить. Грамотно раскидывает по финдам, чтобы сложнее было хит-н-дранить. Блин, у него контроль хороший. Блочит. Мистер Виннер не играет в астекс, как правило, да? О, молодец, поражал, спрятался. Ну, понял, что есть пауза сейчас небольшая. Который... Который... А, Элем то ли от старости сдох, то ли все-таки его скелет достал. Он, кажется, потерял... Типа одного футмена, если вообще какого-то сериала. Да, главное здание тоже стало красным. Древнючий бак из бет. Древнючий ему месяца, наверное... Ну, как бетка недавно, конечно, релизнилась. Но... Наверное, месяца три ему уже. Кстати, интересное решение он воркшоп делает очень рано. Как будто знает, что Undead будет играть через дирижабль развлекания. Какой неудачный... Неудачная сетка на Элем. Можно футап отдать. На ретаргет сделано футап. Нет? Такой низкий голос у Маутон Кинга. Хотя, с другой стороны, почти 20 лет прошло. У того же самого Кельтаса... Кельтаса... Актер тот же самый, а озвучки осталось. Но у него голос уже такой... Слышатся нотки возрастные. А, он изначально кони вертолета играет? А зачем ему так рано вертолеты все равно? Если он играет кони вертолета, почему Хаткейн и вертолета не использует? Ну да, похоже, что это кони вертолет. Ну то есть там Т-3 вроде как в процессе, да? Да. Взлеты готов. Нет, грамотно крепится. Быстро. Паузы между точками минимальные. Знаешь, что когда строить. В правильные места сразу выставляет. Блин, и коня тоже не походки. Ага, красная точка. На красный крепежок не сможет попытаться. Блин, только-только же на красный пошел. Только сейчас понимает, что противник там. Посмотрим. Сейчас увидит вертолетом. Процесс криппинга. Да, он успевал, но там пришлось бы... Соревноваться с Undead'ом. За то, кто добьет. Огра. Зачем тебе Архмагу интеллект? Ну е-мое, мисклик какой-то. Я уверен, что не ради плюс единички урона он это сделал. Возможности, конечно, Инту надо передавать. Маутен Кингу. Ну или Паладену, неважно кому. Ну, главное не Архмагу. Ему эти 15 маны. Ему, в принципе, сейчас мана не особо нужна. Чем дальше, тем опаснее будет спамить элементалей. Хотя, с другой стороны, с вертолетами можно спокойнее играть. Валемов. Понимает мистер Виннер, что немножко отстает по качественному криппингу. Пытается забрать красную точку. Даже лечит элементаля, чтобы потанковать получше. И огненный плащ. Ну, не Палычу, конечно, не Палычу нужна. Огненный плащ. Рабочих не отвел, к сожалению. Можно было спасти, попытаться, по крайней мере, одного. Очень битые футмены. Там третий лич. Ну, понеслась. Циклон на леча неплохо. Циклон на деку неплохо. Можно попробовать фокуснуть. Личит синий, лич, синий. Как это вообще контролить можно? У игроков всегда, блин, рефлекс. Красный плохой, синий хороший. И тут синий лич, синий лич. Он фокусит лича. Ой, какой дестройер отличный. Диспелит циклон. ДК успевает упасть и кинуть койл. Господи, вблизи. Как вы? Ну, вот представляете, да? У вас там рефлексы на цвета. А у нормальных людей есть рефлексы на цвета. Особенно, ну, с альтаты. Все же играют. Вот. И тут как бы полный хаос творится на поле боя. Там юниты бегают. Свои, чужие. Смешались в кучу кони люди. И ты тут сейчас. Так, ДК поднимаем. Циклон. Фокус полечил. Где лич? Где лич? А лич такой стоит красивый рядом с паладином. Синим. И ты такой, ну, е-мое, ну, котик. Ну, какого хрена, Бобби? Что ж ты сотворил-то? Вот. А котик улыбается тебе с картинки. И говорит о том, что все в компании отлично. Компания профитная. Мы сократили столько-то работников. ДК тоже теперь синий. Один только финт красный и рейнджерка. Ну, естественно, убиваем финда. И ведь только он тут противник, правильно? ДК синий. Хоть прожимай альта постоянно, чтобы эту хрень убрать. Просто у... Ну, человек устроен таким образом, что... Кажется. Кажется, восприятие устроено таким образом. Что сначала идет... Все-таки цвет. А потом уже детали. Типа форма объекта и прочее. То есть, первично ты получаешь информацию об объекте, исходя из того, какой он цвет. Какого он цвета. А потом уже детали. Поэтому, когда там лимит 50+, искать этого леча под синими вертолетами, рядом с синими элементальными синего леча. Это же сложно. Должно быть сложно. Надо ботинки продать, кстати. Кому тут агила нужна? Ай, неприятно. Сейчас потеря по времени у Винера идет. К сожалению. Грамотно делает, что разведывает халявные базы. Потому что... Ага. Ну, Огра не даст поставить халявную базу, конечно же. Исследование завершено. Чего? Опять разу. Говори быстрее. Приказывается моя... Да, и хорошо, если вы играете против другой расы. А представляете, у вас зеркальный мычап. Просто два рахмага стоят, оба синие. И такой, ну еппарас это. И своего начинаешь покусить. Молоток, правда, в него не прокидываются, но Хони нормально его режут. Паладин третьего уровня. Футболка синяя, стул красный. Он уже привык к этому, говорит Терадел. Да, кстати, обратите внимание. Мистер Винер действительно в синенькой футболке, но... Кресло красное. Хм. Так, куда сейчас? Мурлоков видит зелененьких недобитых, но это такая мелочь, из-за нее бежать через всю карту, может быть, и не стоит. Сидит пока в лимите 50. А если отключить красно-синюю гамму и вернуть в оригинальные цвета? Кажется, у тебя тогда три цвета может быть. То есть красный цвет, это не... То есть, а просто... Ну, сейчас напишут в чатике. Синий ДК бегает. Синий Лич тоже. Ооо, какая бесящая штука. Ну что, поехали. Молоток. Финда. Почему-то даже не попытался его спасти, видимо, понял, что под таким количеством коней лучше не пытаться вписываться за некроарахнида. И как ему удается вообще? У него 50 лимита, и он гонит, гонит андеда, у которого больше лимита. Хорош. Проверяет на всякий случай базы. Очень правильно делает мистер Винер. Очень правильно. Закупает на Пейнвелл. Тоже верно. Ну, там баньши, с одной стороны, могут помочь жить героям, по крайней мере. Ну, если хватит контроля, то и юнитам, конечно же. Да, видит, что экспанды нет. Можно вспомнить про Морлоков и попробовать их закрепить. Они что, совсем в шаговой доступности. Тяжело вдыхает, выдыхает мистер Винер. Там Рейнджика, правда, третья тоже. Второе сало есть. А учитывая то, что его контрить вообще нечем. Тут престов нет. Диспола нет. Диван разве что прожать заранее. Ну, или паладин вообще не подводить. Можно из-за сала героя только в путь потерять. На базе сидит? Не-не-не, он прошел уже, видимо, направо. Да, он под центром карты уже. Сейчас заметил. А, он прям хочет сражаться. Вертолет один-второй в сетку. Диэстр. Там точно уже лимит 70. Ой, грифоны нельзя давать. Грифона. Прикрывает, хорош. Блин, а там такое количество дистров. У мистера Винера 10 лимита просто добегает пока что еще. Минус финт. Минус два вертолета. Вообще курса прекрасно действует. Старается мистер Винер отконтролить. Делает стаффы. Заказывает вертолеты. На букву F же. Flying machines. Он курсор уводит. Просто это столько времени. Надо привычку вырабатывать. Ходкейн на ключевых. Особенно, если ты играешь в кони и вертолеты, надо помнить, что кони это К, кажись. А вертолет это F. Ну, чтобы просто у тебя курсор не уходил из центра экрана куда-то в другую сторону. Блин, сколько же дистров. А, как с ними сражаться. Понимаешь, что никак мистер Винер телепортируется назад. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот смотрите. Ситуация была какая. Он видит, что поднимают дистров. Он визуально тоже оценивает, что противника там в алимит где-то... Ну, под 70, короче говоря. И при этом он только-только дозаказался по 60. То есть у него вот по центру 50 лимит, и еще доходит подкрепление. Возникает вопрос, зачем лезть-то было так рано. Дождался бы спокойно. Сейчас чувствую, Андетт поставит нычку. Если грамотный, то уже идет ставить. Нет, перехватывает Финдом. Акалито было не... Не было видно. Жалко. Не, ну все еще есть шанс, потому что пока что один в один. И есть все-таки у тебя 5-3-3 героя. То есть можно героев поотрезать, попытаться. Да, раньше Грифон. Что? Что? Я пропустил, что он сказал. Если кто-то слышал, скажите, пожалуйста. Он что-то обнаружил, порадовался этому и выдохнул. Вот, не знаю, что там было. Про Грифона. О, неплохо там дистрепс под сплэшем. От вертолетов разваливаться. Но стоит ли сейчас опять преследовать? Только-только вышли из лимита. Там его плюс 20. Там его плюс 20? Нет. Нет, 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 только сейчас не... Короче, лезет дальше. Мистер Винер. Подрезает неплохо баньши. Теряет новых вертолетов. Давай-давай-давай-давай. Ну, назад дороги нет. То есть тут надо пытаться сплитить вертолетики, пытаться убить дестройеров. Ну, как же ты собираешься его под сеткой-то телепортировать? Ну, подрезает. Смотрите-ка, подрезает. Минус одна, уже вторая. Сейчас потенциально третья баньши. Нормально, мы давим, давим. Преследуем лечом и декой. Ой. Жалко рыцаря. Нет, рыцаря лечат. Жалко грифона. Это заказывает рукой грифоном. Блин. И прекрасно кайтит, конечно, ванн сейчас. Ай. Себе на базу. Разваливаются все вертолеты. Можно еще пару дестров поднять по такому поводу. Раз. Контры уже нормальные нет. Сайланс. Архмаг. Архмаг без трепорта. Ё-моё. Это ГГ. Мне казалось, он какое-то время контролировал хорошо ситуацию. ГГ пишет, мистер Виннер выходит. Но старался. Молодец все равно. Ладно, друзья. О, кстати. Во-первых, появились турниры по... Несколько турниров Pages of Empire. Если кто-то умеет играть. Новый сезон марафона Diablo Hell от Мордора. Стартуют они в середине февраля. Это прямо для хардкорщиков, если... Там и новая версия уже. Ребаланс. Хок отписался. Этот лимит умирает от масс дестров. Если делаешь верты, то масс больше ГГ. Так, Ворк 5 у нас называется. Следующая игра. Заходим. Всем добрый вечер, друзья. Сегодня первый турнир серии Cheese. Формат турнира был опробирован на ремайстре первого Старкрафта. Такая поножовщина. Бо-1 до конца турнира на одной карте. Все развивается динамично. Права на ошибку нет. И больше шансов какими-то халявными стратами, какими-то заготовочками или лаком банальным на предметы, например, одолеть более сильного противника. Дмитрий Z поддержал нас рублей и сообщает «Привет, Михаил». Привет, Дмитрий Z. Так, давайте посмотрим, кто это у нас. Вся информация есть на странице турнира. Призовой фонд на данный момент составляет 6099 рублей. Помните, что вы можете пополнить призовой фонд. Изи. Участников почти соточка было. Кстати, информация о следующем турнире должна появиться в лаунчере Бунетовском. Спасибо, Близзам, за это. А-а-а! Сейчас Хэппи с Шейком будет играть. Полуфинал уже первый. Как же мне нравится дизайн сеточки нашей. Просто шикарно. Скрыть, развернуть туры. Понимаете? Фуллскрин сеточка. Скрыть поэтапно. Настройки отображения, какие там хотите. Ну, редактирование, естественно, тоже. Которая вам недоступна. Вот. Наверное, вот так идеально будет. Первый полуфинал понятен. Внизу Соник сейчас будет с Ваном играть. Победителями мистера Винера. Так его истории запомнят. А внизу Нитроша ждет Мейнтенз и Сэр. Сэр, кстати, тоже один из древних пользователей, слышь, игроков. Опытный товарищ. Может, если что. А, нет, подождите. Шейкс Фьеста написано? Нет, видимо, это Обсум был. Нет, сейчас все ждут императора, очевидно. Император уже здесь, но он пока обозревает. Он не выходит на ринг. Найт69 говорит. Я залетел на стрим, слышу про балансы, что рефорж топ. Говорю, что все не так. Слышу в ответ, что мне... Что мне... Что? Говорю, в ответ платят безы, улетаю в бан, а сама адекватность. Что кому... Кто кому платит? Что... Кто? Найт, что случилось? Кто тебя обидел? Скажи мне. И самое главное, кто кому платит. А-а-а! Что с сеткой говорит хэппи? Видимо, с сеткой что-то случилось. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Самое главное, кто кому платит. Да-да-да. Фулландо Плар поддержал на 100. Говорит, у Близзов была отличная идея, но они ее не доработали. Мягко говоря, не доработали. Надо, чтобы раз в две минуты игроки менялись случайными зданиями, юнитами и героями. А, в этом плане... Ну да, можно было сделать гораздо веселее баги. То есть, хоп, что действительно герой переходит под контроль. Меняется цвет, меняется и... А, там, рехост просто решили рехостануть. Хавку отдельный привет. Вообще, эта серия, вот эта вот серия турниров, она... Можете в календарике, там, если у кого-то еще остались календарики, не отрывные, а такие настенные, где можно обводить. Каждую среду, вот просто вот каждую среду будут проходить турниры. Каждую среду мы будем транслировать. А в конце каждого сезона будет специальный турнир с базовым призовым фондом в 30 тысяч рублей. А потом в конце у нас же еще Росбрейновский финал. Бюджет есть. Там минимум 90к. Короче... Вот. Главное патчей дождаться. Близовских. А, кстати, друзья. Давиджи общался с... с представителями Близзард. И знаете что? Я вам могу сказать. Довольно длительное у нас было общение. На часик, наверное. Ничего я вам не могу сказать, потому что DNA. NDA. DNA. Дебил. Увы, ничего не могу сказать. Знаем, говорит, современно. Ну, все, тогда мне нечего сказать. Так, гэн хэппи. Давайте зайдем к хапачу. Бигман. 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 Ёпра СТ. Бигман. Родной. В эмочке. Ай-яй-яй-яй-яй. Класс. Уважение, уважение, уважение старику. Он пишет. Верность традициями Близзов. Новый патч, новые баги. Я аж на 15 лет помолодел, как рефорш увидел. Ну, такого же не было, когда в рок выходил. А нам все равно. DNO. Дно. Ого, уже 16к призовой? Да ладно. Нет, не может такого быть. 16к. Неизвестный занес. Вот что, краудфандинг животворящий. И иконочка изменилась. Видите, призовой фонд. У нас же много классных тем на сайте. И призовой в том числе меняется. Это современный. В чатике он отписывался. Вот розовенький, современный. Который, кстати... А-а-а-а-ачивки. Уже на дне твои ачивки, Савелий. Никто не... Не это самое. Заплюсовало 8 человек и все. Никто больше не видел. Твои ачивки. Эти виртуальные комнаты. Эти предметы, которые будут... А, короче. В общем, реальный призовой фонд. Сейчас ставки резко возросли. Прям резко. Я даже волноваться начинаю. Хотя мне-то чего волноваться, в конце концов. Время, говорит, неудобные хавки. Я только с тренировки вернулся. Слушай, ну, в 8 часов вечера, в среду, обычно люди возвращаются с... Работы, по крайней мере, с учебы. Что за смайлик там у Савелия? Откуда? А, это верлоиновский. Ясно. Так что там будет нормальная дота. Постоянно развлекает еще чат общий. То есть заходишь сразу в чате. Павлуха говорит, что не нужен ему суд над Близзард, видимо. Меня бы устроило рассмотрение их персональной эффективности. Перед Павлухой, я думаю, точно должны отчитаться. С принятием мер. Обязательно. Предлагаю поднять некромантов, наложить на них проклятие. Проклятие накладывают баньши. Капитан Вейн. Ага. Исправить баги, внести клан из тату. Дельно. Подписываюсь. Вот. Кто-то там мажорит два кайта, два раза в КФЦ сходить. Ну, все, успешно. Ладно, поехали. Всегда можно развлечь себя вот такими вот фразами интересными. Поехали. Миша, просвети, пожалуйста, в Варкаф 3 ТФТ больше вообще не поиграть. Если у тебя старая версия игры, то официально, без покупки рефоржа, ты не можешь поиграть мне. Поэтому, ну, ты знаешь, что делать. В КФЦ на 2К обалдеть. Да это вообще можно, там столько всего съесть можно. Я сам недавно был, брал, ел. Но не настолько. Всем еще раз добрый вечер, друзья. Играет Император против Шейка. И это полуфинал. Undead на Undead. Вот неизвестный со своими 10К, когда осталось по факту 2 БО 1 для Императора. Просто если бы изначально он закинул перед турниром 10-ку, Хавк, может быть, и не пошел ни на какую тренировочку. Хавк, ты как? Императора можешь катнуть, карту отжать у него? Насколько? Оцени вероятность. И пошел бы ты на тренировочку после этого или нет? Любопытно. Потому что сейчас многие начинают кусать локти. Потому что, ну, блин, ну если бы я знал. Да, я как-то быстро забыл про Бигмана. Для тех, кто не знает, Бигман это человек, который еще в Роке. А Рок это 2002 год. То бишь 18 лет назад. 18 лет назад. Сидел в клубе М19. О, я не помню, как второго товарища. Не ЦЕ, а С, что-то там. Не помню, как звали. Сейчас напишут, если напишут. Вот, уже играл на очень высоком уровне. Настолько высоком, что был парой, тройкой, трой, двумя-тремя аккаунтами. В топе европейского ладора. Или, может быть, даже тогда не было разделения на регионы. Вот. А, Бигман это человек, который Дедмана нагой прокатил. Возможно, нет, они же вообще не должны были пересекаться. Вот. Еще 10 закинули. Да вы издеваетесь. Какие? Там где-то у нас? Краш-сталкер. Сталкер, скорее всего. Бигман это Орг Денис? Нет, Орг Денис это РД. Бигман человек, который играл под аккаунтом, а нам все равно. И С-58. Ой, там нецензурные были еще у вас. Никнеймы, помню. Да, в общем, играл за Альянс. Играл очень хорошо. Стата была отличная. И я был очень рад, что меня взяли в команду М-19 в свое время. И, судя по всему, апрубил меня именно Бигман. Ну, потому что он главный там был. Блин, класс. Так, Хэппи пришел с Личом. Но его окружили. Вот это... Что, отдаем прям Лича? Плановая сдача Лича. Ребята, не паникуем. Не паникуем, все хорошо еще. Вот, СЕ. ФМЦЕ это был в другом клубе. В ФМ, это логично, да. СЕ еще с... С кем же? Он с Рейнджером, кажется, в одном клубе. Да-да-да. В ФМе был Рейнджер. Да-да, там много товарищей хороших было, сильных. Нифига себе, какие алды повылезали. Просто вдумайтесь, это было 18 лет назад. Армию игроков. Не, на СЕ не было в М19. В клубе точно. И там никого не было. Кроме там трех игроков. Трех-четырех максимум. Сейчас я выдохнул так разочарованно, потому что вспомнил, что так кубки клубные и остались у директора. Жалко их. Ну, их там всего парочка была. А то бигмены должны были быть хорошие-большие. Серк говорит, алды тут, я недавно смотрел твой реплей на один. О-о-о! У тебя нервы, конечно, с... Я не смог бы себя слушать. Клеск в... Сложном. Попробую, кстати, в бета-профиль зайти. Там пара интересных галочек есть. Поставь. Может, все будет хорошо. А Хэпич продолжает нарезать Акалитов. При этом у него доделывается Грейт на Т2. Я слышал... Я видел смерти, по крайней мере, трех Акалитов. И, судя по всему, это не последняя смерть. И есть нерубка. И вроде как Шейк не уходил со своей базы. Но Хэпичу пришлось вложить в это большое количество гулей. Ну, посмотрите, ДК прокрепил одну только зеленую, а уже наполовину третьей. То есть там умирали и гули, и скелеты. И Лич, судя по всему, в очередной раз умрет из-за того, что там аура есть. Да. Двадцать два лимита против двадцати одного. Но в целом тогда получается нормально. За исключением потерянного Лича. Слушайте, вот потерянный Лич почти третий ДК. Это прям может стать проблемой. Еще минус гулька. Блин. Ё-моё. Еще когда вы играете в полуфинале, ну, или там готовитесь играть против сильного противника, и тут еще закидывает кто-то вместо шеститысяч двадцатку, ставки возрастают. Но Хэпи, конечно, игрок не такого уровня, чтобы беспокоиться о этих копейках. У него после... У него и зарплата, у него и призовые, которые никуда он не тратит. Он же давным-давно миллионер. Может быть, даже долларовый. Да нет, какой долларовый. Не-не. Ну, если суммарно взять, то да. Может быть. А так-то нет. Так-то, скорее всего, не десяточка. Есть пятнадцать. Да, я не сразу понял. Шутку. Да-да-да. Ждем. Нет, я этого ему не прощу. Пивотехник говорит, мне лет как десять приходилось ждать, не каждый день были. Ну, сейчас-то стримы почаще, да и кроме нас огромное количество людей стримит. Вот взять хотя бы этот же турнир. Заходишь, тыкаешь, видишь, кто стримит, смотришь, кто понравится. Можно выбрать, короче. Каким-то макаром, пока я читал чат, Хэпи умудрился получить уровень, но проблема может быть в экспанде. В том, что там уже нычка строится. И не факт, далеко не факт, что... Ой, как он поменял Акалит в местах. Видели? Видели? Только надо не рубку на одну гулю. А, там три гули, тогда не получится, да? Еще надо поменять. Ай-яй-яй! Недоконтролил Хапач. Потерял Акалит, он заказывает нового. Хапач ошибается. Еще может потерять одну... Нет, все нормально, это наш ДК. Так, ну он должен был видеть, что там эксп. Если не видел до этого, то сейчас увидит по земле. Уже знает. Сам выходит ДК, крепится. Адреналин делает на гулей. Да... Ну что, достраиваем Акалита и делаем базу догоняющую. Еще посмотрим, как Хэпич среагирует. Опасно. А что по... Т3 тут уже? 18 лимита? 18 лимита? Не, ну это... Это забейте. 18 лимита, это несерьезно. У него одних рабочих просто на... наполовину. Армию игрока атакуют. Не, все у Хэпича хорошо. У нее есть выбор сейчас, во-первых. Он может либо построить эксп, либо с таким преимуществом по лимиту. Блин, как... Я никак не могу привыкнуть к рейнджерке, у которой плаща нет. Она выглядит, как перекормленная арча. Просто здоровая. Хотя у арчи тоже плащ есть. Гульки забегают с адреналином. Это очень хорошая в плане тайминга атака. База с двумя калитами не успела окупиться. Огромные траты на вышки. Пытается как-то шейк... Ну это все, это поплыл. У него телепорта нет, это минус эксп. Его просто съедят. На экспанде, по крайней мере. ПП пишет, шейка и левая. Император в финале. Император в финале, что ожидаемо, но, друзья, ну это же Бо-1. Неужели никто не сможет отжать карту у императора? Попытка-то последняя. Из кандидатов. Соник, нейтрон, ну точно не ванн. С ума сойти. Там шаманчик поддержал на десятку. Уже 31 тысяча призов... 31 тысяча на турнир Бо-1 в среду по Варкрафт. Вы с ума сошли? Серьезно. У меня к вам просьба. Просто, просто, пожалуйста, вот будет следующий турнир. Вы, пожалуйста, заранее, заранее кидайте деньги в монитор, а не за два матча до окончания. Тогда просто Хавк бросит курочку, бросит качалку в этот вечер. И придет, нормально катать будет. Или там соберутся люди лучше. ё-моё. Хэппи сейчас вообще счастливый сидит. То есть... А Хавк на тренировке был. Хавк прикольно вечер провел. Причем Хавк, представляешь, это же... Это же быстрый турнир. То есть, он стартовал два с половиной часа назад. Ну, если вдруг вы там онлайн-турниры не часто катаете. Это очень быстрый формат. Самый быстрый формат. Еще быстрее какая-нибудь только система из серии не сетка, а просто по группам. То есть, ты отыграл, сразу следующее, сразу следующее, сразу следующее. Ну, как в определенный момент был на Зотике. Вот. Но там все равно плей-офф включался в определенный момент. Ё-моё. Все, он уже в финале за два с половиной часа. Лоу, 500 евро, как заманчиво. Соколик, Соколик, прикинь. Просто тебе в твоей Германии на должности инженера за три часа? Ну, официально-то платят больше, но тут приятнее времяпрепровождение. Припровождение. Понятное дело, что не факт. Конечно, не факт. При всем моем уважении к тебе не факт, что ты бы одержал победу. Вот. Но я бы с удовольствием посмотрел за процессом. Давайте еще один тур скроем. Кстати, пользуясь случаем, хочу порекламировать наш замечательный турнирный модуль. Любой человек может организовать турнир абсолютно любого формата. Сложности. Без каких-либо там прав дополнительных. Новая версия турнирного позволяет проводить, например, турниры из серии сейчас что-нибудь с... Ну, например, битву за Долоран откроем, где у вас есть там групповая стадия, ну, грубо говоря, это там три сетки с квалификации раз, квалификация два, квалификация три, с финалом ФФА, ну, психованный абсолютно. Куэст, еще разок поздравляем с победой. Там возникли, кстати, сложности с отправкой на Украину. Мы бьемся с этим вопросом. Хавку должно первому монитору залететь. вот, есть еще более сложные примеры турниров. Просто пожалуйста. Тем более, что, как вы видите, если турнир интересный, то общественность может сама сделать его еще интереснее. Просто благодаря краудфандингу. Но, блин, желательно заранее. Заранее, заранее. я был бы еще более довольный видеть там того же самого Хавка или Сокола в сетке. Больше знакомых никнеймов, больше сильных игроков, больше конкуренции. Это же интереснее смотреть. Ну, пока ждем геймнейм. Может, нейтроны посмотрим. Кстати, можем посмотреть пока что... Эй, ну где стримы? ёп, РСТ. Тут с обновлением какая-то хрень. Можно на Соника посмотреть? Да, давайте на Соника посмотрим. На Соника всегда приятно смотреть. Сокружайся, родной. Так, он играет... Он играет с кем? С Ваном. С Ваном играет. Там пишет Майкер поопытней, конечно. Конечно, поопытней. Соник успевает еще чатик почитать. Нифига себе, он псих. А, нет, он смотрит на мини-мапу. Просто у меня в левом нижнем углу еще чатик. А у него, как у нормального человека, в нижнем левом углу мини-карта, на которую ты должен смотреть просто по КД. Секунда две. Это полезная привычка, которую, как правило, люди вырабатывают. Иначе ты можешь пропустить пробегающего героя, там, юнита, неважно. Разведочку какую-нибудь, еще что-то полезное. Опа, вины пары дыхания, Арча подставляется. Варден панда. Ой, это правда лорница здесь. Псих. Риджува ряду недоконтроливает. Вторую недоконтроливает. Панда дышит неплохо. Очень битые гульки, но вовремя, крайне вовремя прижимает свиток лечения ван. Там за нагу увязалась Варден, у нее, кстати, левелапа, она четвертая может, в общем-то, ее убить. Нагу, кажется, убили. А, нет, так кричит Арча. Так кричит новая Арча. А что нага? Умерла, не умерла? Что-то мычит Соник. Соник очень эмоциональный игрок. Ладно, хорошо, подрезали гульку. Панда крайне битая. Причем став у нее. Ей бы, ей придется бутылку, видимо, выжрать, потому что там полная мана у Деки и у Лича. Нет, лучше став передать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Передать став, убивает Финда, хорошо, старается контролировать. У Соника такой он хаотик. У него очень быстрые движения, очень внезапно он иногда принимает решения, что выйти на сцену как козел, что там пойти в какую-то атаку дерзкую, местами необдуманную. И это позволяет ему быть максимально непредсказуемым. В этом он похож чем-то на Муна. Я уже об этом говорил. То есть у него диапазон скилла, вот если вот мы берем нижний порог и верхний порог, вот этот диапазон у него очень здоровый. То есть он может выиграть ну почти любого человека, да, но может вообще такую чушь иногда творить в игре. И поэтому интересно смотреть за ним. Ну и плюс он как бы иногда может почудить. Красная точка забирает один, забирает второй. Под 60 лимитом он вел. О, неплохой расфакт, андедовская аура. И там контейнер с пандой собирает. Правильно все делает. Так, хавка не лампово вообще, у майкера сленг. Они стримеров обсуждают, что эти зрители на ютубе позволяют, дай сленг у майкера. Так, фильтранула я сейчас шутку про маму опять еще одну. Блин. Ладно, хорошо. Едем дальше. Как козел-то как? Ты что-то не видел, как выходил Соник как козел? Ребята, гифку в чате, пожалуйста. Это же... Это главное, что ты должен знать о Сонике. Я уверен, что сейчас позаходили в личной галереи некоторые товарищи, и ссылочку готовят тебе. Так что ты счастливый, потому что тебе предстоит увидеть нечто незабываемое. Нечто, что ты просто не сможешь выкинуть. Это во-первых, короче, жди. Вот. Это гифка вообще нет? Это не гифка. гифка 5-я 5-я вардынка нам бы не помешала в данном случае. 5-я вардынка. Хорошо. Если мы сможем немножко... 0-0 грейды меня немного смущают на лимит 60-е там нычка делается. Но это хороший для Соника тайминг просто шикарный. Во! Шезлонг! Спасибо! Ах! Я прям смотрю тоже вместе с вами. Хорош! Да, как козел, то есть как кипер. Как киперов за гров выходит из алтаря. Также вышел Соник на галде. Спасибо, Шезлонг. От всех пацанов чатики. Иллюзия на гипосов. Неплохо. Блин, тут позиция очень плохая для сражений. Амудвал не хочет создавать, а уже сдали. Куда нормальные гипосы летят вперед? Ай, остальная армия отстает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда что? Что-то у него там бинды что ли сбились или что он пытается сделать. Подрезает одного паукана. Сдувает одного паукана. Мунвел делает очень. Видите какие движения у него быстрые? Все четенько. Хорошо контролит Соник. Минус гипос к сожалению. Но там очень битая Абом, очень битая Гуля. Но, кажется, гипосов наших раскаетили еще минус один. А, он выделял медведей из группы, поэтому так долго все было. Ну, а чтобы отправить его на строящуюся, на нычку, чтобы... Ай, как же медведи разваливаются. Риджуф на панду. Нага страдает от второго даггера. Прекрасно! Инвол. Инвол на инвол. ДК подставляется. Нага телепортный кум, можно попробовать убить! Третьим кинжалом-то... Да, нет, не получится, нет. Ай, ну ладно. Если бы это сражение было проиграно, вслед за ним... Ну, по крайней мере, если бы он не заставил... Или разменялся бы просто. Вытащить было бы почти уже нереально. Вот. АПМ 367. Ты псих ненормальный. Ё-моё. Это очень-очень приличный АПМ. Очень. Ну, по крайней мере, для Варкрафта. Ё-моё. Давит, смотри, скака. Иханя минус обсидианка. Пропивает камень. Маны нету в Варьке. Последний даггер, но на этом последнем даггере можно... ААААААА! Ну! Ну, убей! Ну! Твою Ес Дирижабль, гиппогрифный дирижабль А-а-а-а Извините, я за Соника просто визжу Не, на самом деле нормально Минус два героя, но там Тоже минус два героя И лимита не осталось Минус, слушай, спасибо Ребят, ну извините, пожалуйста Ну пожалуйста, извините, я переживаю Когда на моих глазах умирает Варден А потом умирает Панда Ну как это? Ну ты-то на клякнула Вот Надо нычку ставить сейчас, Соник Давай нычку поставим Сверху, берем виспа Хотя голдмайн из раненого лоу Блин, может и не стоит Причем Он ее контролил Он Видел ее Но когда в тебя влетает Койл Новый Форкет И все это там второго, третьего уровня Ну то есть там, скорее всего Я не помню, какой это был ДК, если честно Пятый или четвертый Она просто лопнула У нее было где-то 60% здоровья А она все равно лопнула Блин, у меня подлагивает Ну как так? Как так, ледоколыч? Восстанавливает в... Ну что это такое? Что, что, что? Это канадская была Очень больно Зарядил Пытается восстановиться Героя ждем Нынче блессинг нужно сделать Да, он уже делает Какой молодец Все честненько Ману бы восстановить Серплетка бы выкладывать Контроль-то очень хорошо Без андвола вообще сложно выживать Против пятого варден Особенно когда у тебя нага какая-то Которая Вроде как тебе помогла На 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 Т2 Ну или там Если на Т3 он ее брал Не знаю, когда он ее брал Но потом-то проблемы Убой! Два гиппогрифа Мелис Народная месть Буля Там четвертый всего ЖДК Короче, надо сейчас На базу возвращаться Или проверить эксп Не лезь, не лезь Вообще смысла нет в этом О-о-о А, он крепится Он хочет Я понял Тогда да Тогда понятно Тогда надо лезть Варя пытается выиграть время Да, эту точку не хотелось бы Конечно, Андеду отдавать А стоит ли лезть? Он успеет за крипти Мы без панды сейчас будем Нельзя лезть Какой он Аркадий! Я в шоке Просто сразу в ДК лезет Варя прожимает Первый инвул Был у нее там телепорт У ДК есть телепорт? Пустой, что ли? Варя уходит Реджув на ней Блин, Реджув Ни хрена не видно Отвечет в прошлом Ё-моё Серьезно Блин А-а-а Там деспект Ну вот и все Инвул есть? Хайдится Ну вроде по армии Не так уж и плохо ДК уходит А лидж-то отсюда уйдет вообще? А-а-а-а Кто сам медведь? Став хороший Битва Там варька почти шестая Ой, хороший инвул на Коил Дыхание минус Финт Погнали, кажись Нага здесь, но минус ДК, кажись А-а-а Минус ДК, отлично Пятая Фанда Все, надо перекапывать Вот, я же говорю Я за него Пандалия Вот, Соник тоже известен своими вдохновляющими криками Вот, есть масса клипов, где он озвучивает самых красных персонажей Вот Лип ролл, это все правильно делает Сглаживает просто переходы между регистрами, все, все четенько Так, дерево уже до... и минус дестройер, ну шикарно Проверяем вражескую базу, если ее там нет, то гг Все Можно на оранжевую сходить направо, закрепить, проверить черепашек, если они там ехают Ну чисто ради бабла и артефакта Все, расслабился, видите как Алло, фанадор Да-да-да, он что-то за пандой повторил, кажется Не, у вас трима не скучно зато смотреть Из-за таких вот странных моментов Ммм, пандочка пятого? Да, пандочка на половину шестая даже уже С такой пандочкой хрен что сделаешь Да, грамотно делает, что проверяет и то, и то, и то У эльфов на такой стадии безусловное преимущество есть Потому что мейн заканчивается У противника ему нужно тратить ресурсы На то, чтобы поставить базу, которая еще не так хорошо защищена, между прочим Несерьезная вообще армия Кидается сразу на нагу Амшу взял Режуф пошел Это минус нога Блин, шикарный подрежуф Ну я бы вышел уже, как сказал бы Бигбун В такой ситуации Даже несовременно потерю медведя Он, скорее всего, будет терпеть до конца Пока у него, типа, экспанд не убили Нет, не будет терпеть Хорош Это я понимаю Счет, смотрите, какой равный 87 тысяч Это если вдруг вы не расслышали в первый раз Готов повторить 87,3187 И 87,023 Хорош Соник, хорош Опасно было Да, вот эти вот отдачи героев Когда решил И вроде как не надо ему было лезть по классике, да? Но все, Мишка там нейтрализовал экспанд Андет отступает к себе на базу Ну куда ты лезешь? Увлекся Увлекся Так Сейчас у нас Соник против нейтрона И уже игра-то создана Нейтрон Это эльфийский мирор Ну, в смысле, это Надо, может, мне реально постепенно отказываться от лексики Этой непонятной Не называть пауков финдами А называть Некроарахнидами Не виспы, а духи Или духи Ну, сделать какую-нибудь нормальную русскую лексику Не ДК А рыцарь смерти Ну, в крайнем случае, РК Нет, ребят, там просто чувак на Ютубе Написал, что сленга много Это какой-то вообще Рандомный Абсолютно Рандомный Вьюер на Ютубе В чате Ну, вы видели все на стриме Да, Дракондоры еще у нас есть вместо хавков Не логово, а землянку Землянка 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 радует Не духи, а огоньки Ё-моё Прошу тебя, не делай этого, говорит Нед Авиарий Это авиарий 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 Ладно Просто лексика Вот эта вот варкрафтерская Военного ремесла Она формировалась На протяжении длительного времени Исходя из Разных игроков Вот мы там общались Обменивались информацией И Со временем пришли к определенному языку Который довольно емкий И понятный По крайней мере в рамках вот этой вот Круга общения нашего Но когда новый человек приходит Кто такой Барсик? Почему ФС? Кто такой БМ? А почему БМ бывает такой БМ-секой? Что за диспл? Как так? То есть Там такое количество слов Либо это какие-то аббревиатуры Либо это переведенные Какие-то адаптированные С английского на русский Чтобы коротко тоже было То есть Висп Он не потому что Мы не знаем что Висп это Светлячок А потому что Висп это Один слог А свет Ля Чок Это Это тупо долго Просто долго Вот Что такое Барсик? Барсик это форсир ФС Потому что он на Волке Это когда Подекс приехал Они там в Ростове В своем Форсира называли Барсиком И оно так прижилось Вот Многие вещи не прижились Например Личо Лича Бабкой Не все стали называть Вот Алеша Понял Не вздумай переучиваться Нам с Ричаком тяжело будет Ну слушайте Сейчас Учитывая оценки Варкрафта Сюда хлынет Огромное количество нубасов Неопытных игроков И они будут постигать Военное ремесло Проходить кампанию Вот И наткнуться Не дай бог На прямые трансляции И все Он же Он же Придет И подумает Что это тарабарщина какая-то Конечно По движениям Товарищи игры Которых мы смотрим Поймет Что скорее всего Здесь все не так просто Что Скорее всего Он Немножечко Немножечко Может отставать В плане Уровня игры Или ее понимания Но сленг Реально может отпугнуть И все Нам то все равно А у него какое будущее Он будет призебать На ютубе Понимаете Смотреть Какого-нибудь Не буду Называть Некоторых других Стримеров Которые Комментируют Весьма странно Вот И что Фактически Мы лишили его Счастливого Варкафтерского детства Полешили На нас же есть Ответственность Понимаете Есть Лич морозила Морозила Тоже да Иногда имена Действительно были Либо По каким-то Ассоциациям Либо потому что делал Там Герой По характеристикам Но отлич Морозила Это прям Прям хорошо Соник против нейтрона Нейтрон По По опыту Конечно Покруче Но по Уровню исполнения Вот то что мы сейчас Видели у Соника Уровень микроконтроля Нейтрон В лучшие годы Так мог контролить Вот мог Он контролить В лучшие годы Так Но Он уже давно Какой Ну конечно Мы помним 29-30 патч Нейтрон Козел Коты Все Правильный выбор Стратегии Правильное исполнение Красавчик Сразу И места И на гол даже Отобрался Все Четенько Потому что Ну потому что Он очень опытный Очень опытный Зеркальный Мэтчап Он понимает И помнит Прекрасно Это я вам Точно могу сказать Потому что Именно с ним мы К ВЦГ И готовились И на турниры Подмосковные Ездили накануне И катали Готовили под Детмана Заготовочки И встретились На ВЦГ В туре во втором И я проиграл К сожалению Не помню Какой это был год Кажется 2005 2005 Наверное Понимание игры У него отличное Да он пропадал В покер Но Последние Два Полтора Наверное Года Более-менее Играет активно Вот Но повторюсь По исполнению Соник Сейчас Кликает лучше Так Сектоид Командер Говорит Да-да Помню У вас На Рафаминске А я не помню Мы А Ну Скорее всего Взяли Все-таки Какое-то Первое-второе Кажется Там были проблемы С тем Чтобы Уйти из этого Клуба И нас Товарищи Провожали До электричек Потому что Турниры Как правило Заканчивались Тогда Ну После восьми Короче Вот А когда-то Приехал Хрюндель Худой В Подмосковье Выиграл денег И решил Уехать Короче Нам сказали Что лучше Одним Не добираться Сейчас В такое время Суток Вот Спасибо Может быть Сектоид Командер Да Нейтрон Первый Взял Было весело Может быть Нейтрон Нейтрон Командер Сектоид Командер Был одним Из тех Кто Нам Халповал Ладно Хорошо Два козла Два козла Все-таки Да Нейтрон И Соник Два козла Второй уровень Унитроши Первый уровень Там Дистанционно Докрепливается Соник Нормальный Ха-ха Наше поколение Это все помнит Класс У меня в турнирах Конечно Такая романтика Была Особенно Когда у тебя Денег Ни хрена нет И турнир Были В определенный момент Основным источником Дохода Плюс Отличная практика Любые ланы Это отличная практика Это эмоции Незабываемые Новые люди Приключения Короче Классно было Вон Соник Смотрите Что-то делает Шаг-выстрел Шаг-выстрел Разбудил Отошел Псих Армию Игрока Атакуют Как-то непроизвольно Трансляции Особенно на старте игры Когда стандартные вещи Происходят Скатываются В ностальджи стримы Где Сводят Алдскулы И Мы вспоминаем Былые Былые деньки Все-таки Удается Сонику Без Участия Козла Крипится Если бы Не окружение Через прикопочку Он бы Скорее всего Продолжал Мозолить Глаза нейтронам А так Минус Телепорт И уже В следующий раз Ты будешь Дважды подумаешь Перед тем как Опачки Ничего А ну они же Либо это все равно Ставит Так Да-да-да Это стандартная тема В то время На любом турике Почти все топы Блин Потому что сейчас Миллион тур у него В фарме В фарме Тогда мы было Постараться Чтобы увидеть Соглашусь Вот я соглашусь С Бигмином И не из уважения К Олдскулам А потому что Реально Там тот же самый Карма Который На любой Блин Турнир На электричке Тоже добирался И тебе по крайней мере Это нужно было Нет Ну это страшно Просто Просто вспомните Топовых Хотя бы Питерских Игроков Москва Там еще жестче Конкуренция была В Питере у нас Рейнджер Уже как бы Может хватить На первое время Карма Долгое время Был одним из лучших Вообще Орков В Санкт-Петербурге Ну Понятное дело Бигман Там новая волна Нет Старая волна Всякие там ЦЕ Которые тоже могли Легко убить Заратустра Не стоит забывать Человека Который В свое время Был одним из лучших Андедов Европы Между прочим Ну Оранжмены Пипсы РД Майкеры Это вот Чуть позже появилось Но при этом Не все Старенькие Забивали То есть Реально Даже в Питере Было Сложновато Ну вот Да Алекс приезжал Из Из Пскова На отборочный ВСГшный Алекс Хороший Хуман Ладно В это время Давайте не будем Опять А то Тут уже люди Умирают Вот Нет Револьвер Там что-то в чате Отписывается Не-не-нет Револьвер На тот момент Револьвер Был Нубасом Где-то Года Да 2018 Я хотел сказать Не-не-не-не-не Нет Револьвер Я не помню У меня плохая память Я не буду Обижать револьвера Тем более Что любой в чате Был бы Только рад Не будем Не будем В это время Падает очередная Арча Только непонятно У кого Экспанд У Нетроши Раньше Где-то на полторы минуты Но у него проблемы У него битые арчи Экспанд Не работает Ай-яй-яй Еще Минус рча Блин Вот без Стафа Так-так Хреново Че сэкономил На магазине Ой Веспы Давят Не дают Отрегенить Ману Полностью Пустой козел Покупает Наконец-то Ману Козлик Ну там уже и алхимик Еле живой Надо убегать В сторону Магаза Но если Нетроши Здесь отобьется Он судя по всему Может отбиться Благодаря как раз Магазину То у него будет Легкое преимущество По экспанду Где-то Голды На 600 На 700 Даже побольше Как рево На финалах В кинотеатре На сцене Пробовать Видеоргел Помнишь Что-то смутно Припоминаю Алхимик Не успел У Соника Отступить Вообще Зря здесь Соник Уже продолжает Ну то есть Зря он здесь Остается А он может Вообще не уйти У него же Телепорта нет А он помнит Что у него Телепорта нет Исходя из чего Он сейчас давит Не могу понять Развороту Минус козел Нет Бутылочку Хила бы взять Алхимику И врываться В козла Нет Отпустил Нетрон Он мог Этого козла Уже не выпустить Никуда Да Т-95 Прочитал Твое сообщение Спасибо тебе Это Очень радует Что мы так давно Друг друга Некоторые знаем Древо чудес Вот На мой взгляд Магазин такой поздний Это 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 большая ошибка Там столько всего полезного Можно приобрести Разбежались Сейчас как вы видите Уже есть разница По ресам Да добывал Ну не сильно 10 косарей Только начал добывать Ну 500 голды Короче 500 голды Плюс У Нитрош Правильно делает Что передает Стрэнджовые Самые главные Кольца На Армор На броню На броню И правильно делает И правильно делает Что ловкость Тоже собирают Потому что ловкость Это потенциальная броня Каждые 3 единички Тебе О, Кощей Варкафт Мотивация Там даже деньги Не нужны были Ты просто играл Потому что Тебя очень 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 Нравилось Надеюсь Что хотя бы Кто-то Из Несмотря на Запор Той Старт Рефоржа Кто-то из Мелких Обратите внимание На игру И с горящими глазами Попробую Чем-то сделать Ему будет Крайне сложно Ой, хорошо Как от осидочки Откинулся Этим Свитком Лечения Видели? Контроль Очень Хорошая Осидка Не самая Удачная Отнетроны Сейчас была А, погодите У них Что Соник У нас Сыграет Через Вторую осидку И первый Хил Просто у не троши Вроде Рейдж Прожимался По-другому Алхимикам Про это Самое Прокачивает Лунный колодцы Достраивает Древо Войны И Т3 Это Массаж Источностью Видимо Это Тоже Классик Какие Только В Мироле Стратегии С нейтроном Не тестили И вариации По первым героям Тоже были Учитывая То, что Было понимание Кто Против Кого Хорошо Заходит Иногда Просто В игре 15 часов Ой Да 15 часов Герой Выходит На 12 Что-то в этом Роле Ни у кого Героя Нет Еще Пока Потому что Все Отменяют Ждут Передумывают Наркоманы Ладно Здесь Очередная Хорошая Осидочка Влетает В Соника В свитком Подумать Об отступлении Лимит Лимит Такой Что Денег Завались А Даже Если Ты Прикидываешь Шансы На неуспех Типа Процентов 20 Что Весьма Оптимистично Все Рано Те Потери Сопутствующие Несопоставимы С Ну Со Стоимостью Телепорта То есть Ну Не трон тоже Без ТП Это Что ж Вы делаете То Да Да Ну После игры Обязательно Комментарий Соника О Какая Замануха Могла Красиво Получиться Видели Козел Пытался Сейчас он будет Алхимиком В любом случае Прикапывать Но надо Хотя бы На инвул Развести Нет 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 Я Не понимаю Ну Прикапка У него Была Точно Не на Перезарядке Сто Процентов Зачем Он Выбрал Арчу Там Можно Было На инвул Развести Если Пошибся Немножко То Алхимиком Подрезать Второй Прикапкой Он Его Отпустил Просто Не Ну Единственный Аргумент Типа Ради Экспы Но Инвул То Он По Ценнее И Не В плане Денег А В плане Практической Ценности Здесь В игре Ага Отлично Ну вот Из-за Того Что Нитроша В Контратаке Потерял Козла При При Этом Он Находился Рядом С Магазином Его За Это Судя По Всему Могут Наказать Козлу Очень Долго Выходить Из Алтаря Виспы Пасуют Они Не Могут Видимо В таверне Надо Воскрешать Он Уже Готов Заплатить Кругленькую Сумму А Лес Тебе Не Хватает На Пятого Козла То Нужно Сколько 200 Плюс Лес Я думаю Пора Включать Соника Уже Потому Что Мы Можем Пропустить С вами Момент Давайте Лучше Посмотрим Потому Что Комментарии Соника После Победы Или Поражения Они Гораздо Интереснее Чем Колоссальные Потери У Нейтрона Они Связаны Исключительно С потерей Пятого Козла Исключительно Друзья У них База На Базу Потери Соника Соника Были Больше После Той Неудачной Атаки Ну и Все Последний Раз Нейтрош Пытается Ворваться Арчии У него Меньше Свитка У него Нет Тут Либо Огра Отдает Нет Это ТГГ Минус Мейн Сейчас Скорее Все Будет Достраивает Вес Поп Что Видишь С лесом Проблема Нейтрон Игру Отдал Обидно Инвол Прожимает Свиток Шикар Не Не Шикарнейший Свиток Что Я зря Его Так Там Такие Битые Арчи Последняя Осидка И Все Там Одних Все Умирают Арчи От Осидки Перетыка Витвиспов Козел С частью Лучниц Своих У Соника Так Также Нейтрон Улыбается Это В его Стиле Оба Хороши Согласен Абсолютно Удачи С Хэппи Не так Много Эмоций Да Близкая Очень Была Игра Действительно И один И другой Там В определенных Моментах Ну Что 31 160 Рублей На Кону Причем Победитель Определиться В финале Они тоже Играют Бо Один Понимаете Одна Карта Будет Сейчас Для Соника На мой Взгляд Это Шанс Потому что Одолеть Императора Бо 7 Какому-нибудь Под силу Ну так Стабильно Наверное Двум Трем Людям И все Они Находятся В Китае И в Корее Вот Поэтому А вот Карту Отжать Какой-нибудь Чиз Не знаю Какой-нибудь Халявная База Или Что-то Такое Мега Рисковое Что может Прокатить Разок Но потом Больше Не прокатит Соник Может Придумать Посмотрим Хавк Говорит Я Треть Хит И Ромки У И 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 Я Не Следил Просто За Сценой Я Не В курсе Подскажи Пожалуйста Когда Ты Последний Раз У Императора Бо 7 Брал А Давай Четче Скажу Вдруг Ты Что-то Другое Услышал Best Of Seven Мало Лишь Что Брал Еще Вот Возможно Скорее Сего Что-то Пропустил Возможно Прости Пожалуйста Сейчас Мы Подключим Статистику Так GameName Final Шикарно Сокол Тоже Зашел Соколик 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 Хитрак Понятно Ладно Все Хавк Если тебя Это успокоит Я надеюсь Тебя Это успокоит Розовый Пони Зашел В игру Нет Ладно Я не буду Говорить А то Сейчас Начнется Опять Что я Это самое Все Я Чисто Профессиональные Отношения Все 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 Четко Шпака Не брал Может Соколиков Сокастера На финал Да Зачем Там Андет Эльф Чем Нам Сокол Поможет Орков Нет Ладно Давайте Соколик Если хочешь Заходи В Дискорд Откоментим На пару Ты веселее К нам присоединится Многократный Чемпион Возможно А уже Присоедился Привет Я тебя не слышу Это моя проблема Я вижу Сейчас Исправлю Чемпион Германии Бла-бла-бла Слышу Привет 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 Всем Сейчас Тебе погромче Сделаю Да Потому что Ты какой-то Тихий Ну как тебе Турнирчик Очень прикольно Вообще Если честно Клево С удовольствием Посмотрел На больше Профессионалов Ну В дай-даком Турнире Потому что По-настоящему Бест оф Бан Могут Затащить Пацаны Против Хэппи То есть Жалко Что Хавк В качалке Был Я думаю Его больше Всех шансов Было Отжать Хэппи Карту Так что Хавк Иди Тренируйся В Варкрафт И в следующий раз 30 тысяч рублей А не твои Ну Если пацаны Закинут А если вдруг Вы захотите Повторюсь Закинуть Сделайте Пожалуйста Заранее Вот В любом случае Будет трансляция В любом случае Будут игроки А если вы Сделать это Заранее То игроков Будет Сильных Еще больше Ну а ты Заранее Не два дня Каждый день Каждый день Плюс 20% А сегодня Минус 20 Это жесть Ну а ты В какой момент взял В плюс 20% Я не брал Я не брал Не брал Это электро Ты че Водород Это будущее Хорошо Вот Демон Дамты Говорит Мне бы 5000 В неделю Слушай Чтобы стабильно Такие турниры Брать Нужно Очень много Времени Посвятить игре Вот Но с другой стороны Когда вот такие Вот моменты Случаются Что внезапно Не 3 А 30 Это Сам СМ Поддержал Говорит Миша Привет Это что получается Пока это Днище не куплю Я со своим ТФТ на батлу Теперь не зайду Прикинь Какая подстава Это не так Он Изява заходит В батлнет От рефорджа Но У него Галочка Поменять графику Просто не стоит А так он пользуется Новым батлнетом Правда Тем что мы называем Батлнет Это конечно Давно Я думаю Что вообще Недоступная игра Не не Апдейт идет Просто качаешь Полный весь клиент Ты качаешь Полностью Весь рефордж Только у тебя Старая игра Пока ты не купишь Ключки на Новую графику Так что Сам и сам покупай Бери И ну Играя Спокойно Нормальный варик А потом Когда они все Сделают Ну пофигся Ты можешь Купить Рефордж Смейл Смейл Просто чтобы Чтобы не было Никаких Тем Вот этих Спорных Просто В прошлый раз Просто пришел Тебя И убил Сразу Вот чтобы Не было Никаких вопросов Не было Никакого Тимминга Вот Все Разобрались Молодец Красавчик Красава Хавк Такой Дизмораль Я просто Уже Отвечал Какая разница Какой призовой Если император В игре Но Best of one Хавк Ты можешь Затащить Здесь же Карта Нормальная Ты Изи Затащишь Сам Себя Не поверишь Никто Не поверит Не Ну как Пусть Пухом Поговорит Пухому Объяснит Да Пока не забыл Отдельное спасибо Мистер Лайту И новость Написал И турнир Организовал И судит Вроде Пока что Никаких проблем Нет Хорош Ха Хорош Он еще И карты Делает Для ффа И там Резурекшн Капы Вроде как Тоже Проводил И еще Он затащил Помнишь Этот Турнир Это Квест 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 Мистер Лайт Это Они похожи Чем-то Че мне Хавку Репки Скинуть Как надо Хэппи Выигрывать За Орг Да Лучше Кэшу Скинь Это он Раз Менял Не А Андейда Сейчас Самая лучшая Раса Они против Хумов И эльфов Вообще Тащат Ну Хэппи Против Ворков Это Тоже 99% Победы Так что Хэппи Просто Машина Для убийств Но вот этот Один процент Это вот Хавка Процент Я уверен Этот процент Хавка Ты знаешь Как сейчас Ты его унизил С одним процентом Он же знаком Он только что Сказал То что У него Нету Шансов А я говорю У тебя Есть шанс Шанс Есть у всех Нет Блин Хавк Я больше В тебя верю Чем Чем Сокол Один процент Лина Говорит Это Не Не У Лина Конечно Лин Очень Хорош У Лина Положительные Шансы Против Императора Против Всех Ну У нас Все Не Интересуют Нас Интересует Только Император Один процент Так Так Мало Такой Кот С лупой Такая Стоит Блин Обидно Обидно Ты Спрашил Зачем Сокол Да Я не Хочу Просто Соколом Комментить Потому Что Это Все Закончится Опять В Победжи А я удалил Победжи Не хочу Туда Возвращаться Я сегодня Смотрел Как Ахилл Горел Нет Мы с тобой Не будем Победжи Играть Миш Не уговаривай Меня Я сегодня Только Стартнул Победжи Ради чего Чтобы Заскринить Всех Читаков Которые Я Зарепортил И сколько Там тебе Прилетело За 5 дней 30 человек Что Да Изяво Там Сейчас Неиграбельно То есть Последние Катки Которые Мы С пацанами Играли Топ 4 Четыре Команды Читаков А как Распевать Репортить А я Реплей Смотрю На ночь Перед сном Интересно Тебе Жизнь Оля Как там Я вчера Подгорел И поздно Вчера Подгорел А потом Можем Сейчас 2 на 2 Играть Не Да там Желадр Не работает Там Никого Нет Мы Играли С Парадайз Пару Раз Были Нормальные Хлебушки Так Все Погнали Варкрафт Играет Соник Против Хэппи Что ты можешь Рассказать Про Хэппи Понятно У тебя нет слов Просто Описать Да Описать Надо Фпп Горит Играть Не Я вообще Пока что Это Бабж Полностью Забил Все Я Фростпанк Там У меня Девушки Легкого Поведения И голодный Народ Счастливые Умирают Счастливыми Но голодными А ты Все Тот Сценарий Пытаешься Пройти Да Бедолага Там Просто Фомбич Начал Бесконечный Режим И так Посмотрел Там Значительно Сложнее Думал Даже Сегодня Постримить Но По состоянию Здоровья Решил Не Это Самое Не Стремить Ты Кушать 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 Которые Там В подвале Лежат Да Я Помню Хорошо Соник Через Варьку Играет Армию Играет Как ты Думаешь Этим Можно Императора Удивить Там Да Если Особенно Особенно Смотри Единственный Шанс Победить Императора Сыграть Какой-то Нестандарт Варданг Это Стандарт Не На Этой Карте Может Быть Окей Ну Вообще Соник Соник Третий Уровень Или Пятый Уровень Варданги Зепелин И Пытаться Ну Хэппи На Его Шнепазе Аколитов Отжимать Нифига себе Планы Какие Интересные То есть Ты думаешь Что до Пятой Варданг Император Тебе Ничего Не Скажет Ну Давай Сейчас С тобой Поспорим На Пабджи Фу На Пачку Чипс Что Будет Пятая Варданга В этой Игре Ты говоришь Нет Я говорю Да Нет Она Скорее Все Будет Просто Хэппич Как правило Эту самую Вардангу Будь она Соло Или Будь она С пандой Старается Максимально Агрессивно Ее прессовать Короче Чтобы не было Как раз Вот этих Вот тем С разводами И прочим Чтобы не было Как с лавлиетом Ой Не Не говори Про эту игру Так Обидно Это жесть Так В это время Ни одной кайлы Уже нету Таки Зато быстро Жень Что случилось Че ты кашляешь Может он ожидал Диму Он разведал Да Акалитом Разведал Я думал Может он ожидал Диму И просто Израсходовал Койл Чтобы они Монобернули Нет Он видел Что там Варданга Но крепит Быстро Второй уровень И самое Мое мнение Это вот эти глаза Сентрибут Самый лучший девайс На этой карте В этой стадии игры На той точке У тебя сразу Мэп контроль Ледокол Если на связи Сделай Пожалуйста Стартание Если нет Прошу прощения Я его сам запустить Сейчас не могу В этом кэш Поле рестрима Короче Я исправлю Это завтра Простите Продолжай Сори Ну вот Сори Как уже Молодь Ну хэппи Прям хорошо Поставил Барды Если ты видишь То есть Он контролит Полностью Правую часть Карты Все проходы И все движения Варденки Если она будет Как-то Отпекать Но Но Это уже Опять То, что Не ожидал Кэппи Соник Крепит Своих Наем Свой лагерь Наемников Кэппи Не мешает Убил Конечно АОФ Но По-моему У Соника 2 АОФ Не сильно Лимитирует Он меняет Просто АОФ Сколько он стоит По золоту Ты же Эльф Сто шестьдесят Сто шестьдесят И Висп со Сто двадцать Ну да Висп Это минимум Сто двадцать Это вопрос Как ты к нему Относишь Сто двадцать Вздесят Двадцать Галды Заплатил Соник Чтобы получить Третью Варденку И при этом Такая Еще нет Третьей Если сейчас Будет Крип Джек Тво Не будет Бежит Убивать Аколитов Вроде Или Чем Да Персоналка Или Ну он Продаст Во-первых Персоналка И ботиночек Видишь Пошел на Аколитов Но это уже Третий ДК будет Дали Докол на связи Сейчас починить Друзья Все отлично Спасибо Дальше 48 48 Экспы Это Изи Слушай А тайминг Хараса Варден Просто Идеальный Но почему-то Он Вот только Сейчас Вылечит ТК Не факт Тик будет Докола Ох Ты видел Да-да Но нижний Умрет Да Зато Ты слышал Как умирает Новый Гули Очень Очень Хорошо Смачный Да Звук Арчи Еще Умирают Так Очень Да-да-да А как Как Говорит Не хватает Золота Да Слышал Да Вот это Так что Хоть бы сказать Я прям Такой Блин Заплатите Чеканной Монеты Отличный Крепчек От Хепича Может быть Это Минус Арчак Не может Быть До Стопроцентов Минус Арча И не только И тролль А просветки Нет Да Тролль Да Его Конечно Возьмут Воборот Так ДК Без Маны Еще Арчатам На Угре Отдалась Или Контроливает Соник Это Это Минус Топая Даки На Сам Деле У Него Блинк Или Ну Туда Минус Топ Может Лжи Выстрел Хотя Хэппи Такие Витимы Ах Молодец Четки Скорости Выпаля Но В общем То Очень Плохо Сейчас У Соника Он Уделял Там 2-3 Арчи Тролля Это Минус 500 600 Голды Минимум Да Они ему Пригодились Тем более Что Хэппи Судя По всему Будет Его По таймингу Пушить Хотя Подожди Там Нет Джек Спанда Уэльфа Соник С одной Базы Будет Продолжать Играть Сегодня Он Так Против Фандеда Делал Две Лорницы Типа Панда Вторая И Да Плохое Начало Точнее Продолжение У Соника Пытается Наверное Девайс Собрать Бампы Голубенького Да Даже Делает Кинжал Правильно Правильно Как он в английском Я забыл Называется Кинжал Варденке Шедустрайк Шедустрайк Точно Я в английском Мало играл Ой Инвиз пошел Варденчик Да И при этом У него Пол Половину HP Да Может быть Больно Там 50 лимитов Зигурат Подожди Чуть Стыка Жек Рядом Все Подождал Можно Открывать Но он Очень странно Действует Конечно Атака Вылечит Угольку Подрезать Можно Но Варят Здесь Может Только На Телепорте Уйти Кстати Уда Плохо Среагировал Ты Видел Циклон ТП Есть Да Но Это Могла Быть Самая Бысокая Улова Нет Правда Ты в циклоне Прожимаешь ТП Да Там Пауза Нет То есть Там наверняка Есть Какая-то Пауза Но Не такая Что Анимация Улича Там Новый Чтобы Он Успел Кинуть Ой Хэппи Теряет Гулянного Хотел Закреп Чекать Соника Когти Плюс 6 Можно Сразу Да Вот Что Ну Хотя Ему Ауф Сейчас Дрядочек Медведи Сделать Но Харас Не самый Лучший От Соник 41 Суплай Правда Ухэпи 34 Да Там Т3 Чуть Чуть Эффективный Харас Соника Против Калитов Сейчас Креп Чекает Минус Гуля Может быть Минус Гуля Отводит На последних Хитах Не Не На Тикет Да Ошибка От Хэппи Извините Что Критикую Что Оставил Окол Статуи Она Побежала Он Отвел Ее И Статуя Сделала Три Раза Ребят Ну Вы Вы Сами Сусловно Я Не Уверен Что Стоит Такое Прощать Сказал Что Хэппи Ошибся Да Да Моя Солечка Я Я В другую Группу Просто В дискорде Ушел Не будем Слушать Сокола Это Ерис Просто Ладно Возвращай Сори Все Готов Продолжаем Ты записал Это Где-то Нет Я Просто Ну Это Все Записывается И Самое Главное Откладывается В памяти Пацанов Сейчас Поэтому Да Пусть Скинут Камень Те Кто Никогда Не ошибался Куда Кидать Варден Косотри Полетел Не Здесь Очень Плохо Риджов Не Успевает Медведь Минус Все Сделал Риджов Его Не Видно Слушай Я Жалею Что Не Поспорил С тобой По поводу Пятый Варден Потому Что Судя По всему Хэппич Уже Не Отдаст Устока Юнитов А он Переучился На ножи Да А почему Не Подкатить Зачем Он Лицом Торгует Ой Сейчас Можно И Не Изя Ва Побед Хэппич А Мишки Как выглядят Такие Огромные Да Астов Эперинса Нет Нет Изя Для Императора Может Переименовать Турнир Ну Сразу Да Чтобы Не Как-то Нужно Придумать Название Ёмкое Короткое Не знаю Кто Убьет Императора Там Хэппи Кап Хэппи Килл Хэппи Есть А Я понял Да Шансов Никаких Варя На последних Итах Прожимает Энгол На перспектив Нет Самый Легкий 31 Кап Для Хэппи Кто Кап Хэппи Кап Или Викли Донейшн Неплохо Неплохо Император Ну было бы странно Если бы первый турнир Затащил не император А вот сейчас Сейчас Когда положено Начало Когда Люди познакомились С новым форматом Сходили в качалку Поняли что за Три с половиной часика Можно отыграть Турнирчик И попробовать Заработать Неопределенную На минимальную сумму В 5000 рублей Посмотрим Что будет дальше В общем Следующий турнир Пройдет в среду Через неделю Начало Также 8 часов Турнир Появится в разделе Соответствующем На GGM.ru Goodgame.ru Самый лучший Кстати сайт Самый лучший Сокол не даст соврать Я всегда это говорю Я, кстати Девчонок Это каких-то Это закайтил Парадайс Какие у них Книг наименосвязи На Че-то Тяжело Пишется Но я Их Проракламируем Сайт Очень Хорошо И даже Приграл с ними В PUBG Портишь В общем Их уже Ясно Спасибо за внимание Соколик Прости Я сейчас Буду Уже отдыхать Потому что Близко К 12 Я хоть Поем Аппетит Появился Сокол Лжет В общем Спасибо Мистер Лайту За Организацию Спасибо Стримерам За освещение Приходите В следующий раз Вот До новых встреч А вообще У нас Каждый день Трансляции Самые разные Пока 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 Может PUBG Нет Ну у нас 1228 Людей Но это Сигнал Я быстро Поставлю Скачаю PUBG Не Миш Патча Не качай По-настоящему Говорю Все Все Хорошо Я вообще Качать не буду Все Договорились Спасибо Тебе Я чуть не сорвался Чуть не сорвался А кушай Приятного Спасибо Я Я Всегда помогу Ты же знаешь Да Хоть я Сокол Искуситель Но В данный момент Я по-настоящему Не могу Тебя даже Позвать Потому что Я знаю То что Это бред Так что Давай Иди кушай Все Кыш Пока 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 Бигман Старички Отдельный вам привет Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому